выгружаю покупочки джелебе горячая горячая это для саши какое-то время они могут тут полежать на столе пока остынут и до вечера потом надо в холодильник прятать он не любит из холодильника но надо иначе муравьишки приползут молочком кипятит остыла можно в холодильник тоже кориандр лимончиков несколько штук купил без меня сейчас я посмотрю вот это вот water water как его water apple да давайте проверим друзья вы такое вообще видели вы такое видели сейчас я его помою как следует ну давайте смотреть во первых как он внутри выглядит о господи а что здесь едят а что не едят вот это едят или нет ну что ж такое то я не спросила что что можно есть а что не можно продавцы сказали что это съедобное буду проверять вкус действительно частично такой яблочный вкус похож на яблоко теперь вот у этого большого ну что то такое чуть мягче яблоко хрустит что насчет ореха орех горький орех горький явно орех есть инструкция не предполагала но не тот фрукт который я куплю еще раз вот гранат купила потому что я хотела я делаю салаты иногда и гранатом сверху украшаю но пока еще они не сильно созрели вот такие вот они беленькие я люблю чтоб гранат был красный оттенял зелень огурцов капусты и вообще украшал салат но сейчас я буду буду делать испанчий суп тыкву разрезаю желательно отделить конечно кожуру можно и не отделять потом отделить некоторые тыквы я не знаю у них какие-то разные фасоны я видела в ашраме что они готовят прямо с кожурой она становится мягкая я готовила с кожурой какая-то становилась мягкая какая-то нет в общем наверное я срежу мне не лень когда ты готовишь на тысячу человек это одно а когда на двоих всего лишь один небольшой обед две тарелки то можно и срезать наверное всю я тыковку порежу жестковато конечно жестковато идет сложновато тыква варится быстро но я ее для ускорения процесса в скороварочке вообще будет очень быстро варится и наверное знаете что я наверное один перчик чили туда кину можно любые овощи добавлять хотите баклажаны добавьте лук морковку я просто люблю чисто памкин чисто тыковка вот год брэд почему раджу сказал сегодня не плати саши говорит почему не платить ну потому что там не очень получился какие-то дырки в хлебе саши говорит ну ты все равно работал и вкладывался ну что ты не получился сегодня хлеб но проблем да но саши все равно заплатил ну так обычно 100 100 рупий один хлебушек стоит поскольку раджу совсем отказывался чем они договорились на 100 рупий за два хлебушка вкусно ласси ласси да, но я купил да и здесь и свит ласси да? он еще ласси купил ласси это значит сладкое аааа, бехайд бехайд Смотрю, что еще он купил. Так, купил. Баттермелк. И вот эти вот кексики. Дарлин, здесь water apple. Not so interesting. Патрик вел лайк. Обезьянке понравится. Понятно. Всего-всего накупил. Молодец. К супчику будут сухарики. Сейчас я их немножко поджарю. Потом порежу на сухарики. Потом, наверное, чесноком помажу. Еще раз подсушу. Вот я думаю, так будет. Нам принесли счет за электричество. Это все для нашего дома. Каждому счет за электричество. Это наш watchman принес. Сейчас покажем нашим, что у нас есть. Сколько у нас апартаментов-то. Смотрите, тут, наверное, 40-50. Ну, 10-этажный дом. Вот на нашем. Раз, два, три, четыре, пять квартир. Пятьдесят минимум. Какие-то этажи имеют больше квартир. 1,370. Мы заплатили. And finally we have to pay how many? No, no. This is our... No, they make minus five zero four, да? Yeah. Вот они 504 за этот месяц. For last month. Yeah, yeah, yeah. For May, да? Он заплатил две тысячи. Он обычно кладет две тысячи. И потом, пока они не закончатся, мы... Это вот наши последние цифры. Хозяйка здесь, жена хозяина. Все квартиры на ней. Все, даже якобы проданные. Лакшми ее зовут. Вот, вот, мы вот, ну, как сказать, думали, иностранцы, вот соседки приходили, немка к Саши, говорит, во-первых, говорит, я услышала такую новость, что оказывается, здесь выше четвертого этажа строить нельзя. Поэтому в любой момент, всех, кто купил выше четвертого, могут объявить вне закона. Тут вообще не поймешь. Эти законы действительно арендовать гораздо удобнее. А эта бедная Саски, она купила две квартиры, еще в каком-то доме, и тоже высоко. И, в общем, конечно, головная боль. Вот. И плюс еще вот эти все квартиры на жене хозяина дома. Они начинали вместе с братом. Они, по-моему, брат-учитель был, или они оба были учителями, начинали вот этот бизнес строительный. Потом брат умер, все осталось на хозяине, все оформили на жену. Ну, и вот просто вот они думают, что если что случится с женой, интересно, кому перейдет это все наследство, и как это все будет, может быть. Ну, в любом случае, не знаю, что будет, но легче быть арендатором, чем якобы хозяином, якобы покупателем. Мы уже тут миллионы раз взвешивали. Видимое, видимое это спокойствие, как мне пишут, типа, вам бы хоть маленькую, но свою. Сколько уже было этих маленьких, но своих? Саша говорит, вот, ну, когда живешь за границей, там долго, да. Чтобы ты не купил, тебя обязательно большая семья попросит. Можно поживет тут у нас родственник один, ему совсем жить негде. И началось в колхозе утро, и начинается, говорит, я таких случаев тоже, говорит, знаю, миллион. Или живи, или не покупай. Вот как-то так здесь происходит. Так, ну все, это я выключила. Сейчас спюрировать и добавить молоко, соль, ну и можно специи. Это я подсушиваю сухарики. К суху сейчас подсохнуть, чесночком помажу. Можно солькой немножко посыпать. Моей любимой гималайской. Сейчас перец горошком перемолочу. Ой, а запах! Красота! И разбавляю молоком. У меня вторая порция. Опять разбавлю немножко молоком и немножко тем бульоном, в котором варилась. Овощным бульоном. Доводим еще раз до кипения и добавляем специи. Я добавляю просто черный перец и соль. Все. Соль добавляю гималайскую. Черный молотый перец. Думаю, хорошая консистенция. Можно сделать пожиже, кто любит более жидкий супчик. Чуть-чуть запах чеснока с сухариком придам. Суп уже готов. Можно выключать. Пробовать на вкус. Можно добавить еще масло. Это очень вкусно. Я немножко добавлю, пожалуй. Вот столько топленого масла. Запах такой пошел. Ну и можно зелени добавить. Дарлинг, lunch is ready. И даже я ему приготовила заранее манго. Чтобы потом не просили. Папа, вкусно? Очень вкусно, говорит. Ну и я сейчас проверю. Вкусно. Действительно очень вкусно. И просто. Друзья, только что решила. Да, решила. Думаю, ну все. Сейчас буду сохранять. Снятое за сегодняшний день. Выглянуло в окошко. Спокойное. Все хорошо. Спокойненько. Замечательно. И вот только сейчас отошла от окна. И прямо резко начался дождь. Вот так. Наверное, люди уже даже вышли на крышу спать. Замечательно. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует...